В Иванове участились наезды на пешеходов. Только за первый месяц года зафиксировано 20 случаев. Из них 15 на пешеходных переходах. Два человека в результате погибли. Что в такой ситуации остается делать инспекторам ДПС? В первую очередь попытаться достучаться до водителей. Убедить их проявлять осторожность, подъезжая к зебрам. Даже если рядом нет людей. И особенно, когда они есть. В связи с погибшей девочкой, на том пешеходном переходе, который сейчас проехал, неделю в областной была в реанимации. Открытая, черепно-мозговая травма. Для тех, на кого увещевание не действует, есть другая мера – карательная. Неподалеку от нерегулируемого перехода стоит неприметное авто, которое фиксирует на видео все случаи непредоставления преимущества пешеходам. А через несколько десятков метров сотрудники ДПС останавливают и наказывают нарушителей рублем. Это называется скрытое патрулирование. Оно ведется на различных улицах города постоянно. Бывает, что сами пешеходы переходят в неустановленном месте. Бывает, что водители неправильно толкуют пункт 14.1 и проезжают тогда, когда пешеход уже вступил на пешеходный переход. Думают, что они успеют. Таким образом происходит столкновение. Но случается и так, что и пешеходы не знают, как правильно переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. То есть у нас с правилами дорожного движения определено, что человек должен убедиться в том, что этот переход будет для него безопасен. Но некоторые не смотрят даже по сторонам. Итогом невнимательности пешеходов и безалаберности водителей становится столкновение. И закончиться все может не самым лучшим образом. Для обеих сторон. Наталья Романова, Андрей Семибулков, РТВ Иваново.